Уважаемые друзья, коллеги, наверное, мы можем начать. Приветствуем всех, кто собрался в этот вечерний час, чтобы поговорить о книге Владимира Евгеньевича Жаботинского «Фильетоны», а также о биографии и идеологии этого ведущего, может быть, крупнейшего мыслителя XX века, если мы говорим об истории и идеологии сионистского движения. Я не буду рассказывать его сейчас биографию. И все, кто собрался, наверное, имя Владимира или некоторые его знают под именем Зев Жаботинский. Это имя говорит о многом. Тот, кто посчитал этот вечер нужным провести с нами. Мы удостоились возможности переиздать книгу Зева Жаботинского «Фильетоны», которая, по его мнению, по крайней мере, считалась или рассматривалась им как одна из важнейших книг с его точки зрения. Он ее переводил на все языки, практически на которых он работал. И писал он большинство из этих фильетонов по-русски, начиная с 10-х годов XX века. И первое ее издание вышло в 13-м году на русском языке, в 22-м году тоже на русском языке, в Берлине. Владимир Евгеньевич Жаботинский переводил ее на немецкий, на итальянский, на французский, на английский. Незадолго до смерти большинство фильетонов были переведены. Это были авторские переводы, по крайней мере, большинство из них. Книга состоит, Зоя и Ариэль будут, наверное, говорить об этом подробнее, из фильетонов, из таких текстов. Это особый жанр, кстати, достаточно интересный. И когда мы готовили эту книгу к выпуску, я написал послесловие к этой книге. Я обратил внимание на интересный факт. Многие исследователи считают, что само название фильетоны связано у Жаботинского с образом Бениамина Герцля. Он, безусловно, рассматривал этот образ, когда писал эти тексты, как образ человека, наблюдающего в той или иной степени за его деятельностью. И Жаботинский сам, очевидно, внимательно следил и за идеологией, что ли, развития сионистского движения, и за тем, как воспринимаются тексты, написанные Герцлем. Дело в том, что Герцль тоже называл свои короткие тексты, касающиеся политических, актуальных вопросов этим словом, этим термином фильетоны. И не случайно Жаботинский назвал именно так сборник, с его точки зрения, текстов по наиболее важным и актуальным проблемам еврейской жизни, взаимоотношения евреев с окружающим миром. Я очень надеюсь, что вы сможете прочитать эти книги и познакомиться с этими текстами. Идея переиздать фильетоны пришла к нам от Феликса Дектора, многолетнего активиста, отказа и издательской работы еще в Советском Союзе, откуда он уехал в 70-е годы. Я сегодня не могу не вспомнить нашего дорогого друга, ушедшего буквально перед последним праздником Песах. Я бы сказал, безвременно человек, активно работающий далеко за 80, но активный, живой, умный, абсолютно четко ориентирующийся в современном мире. И мы, конечно, очень сожалеем о этой безвременной утрате и помним Феликса. Он пришел ко мне буквально несколько месяцев до смерти, рассказал, что было бы очень правильно переиздать книгу Жаботинского, тем более, что 2020 год объявлен в Израиле годом Жаботинского. Он родился в 1880 и умер в 1940 году. Это год Жаботинского, есть в Израиле закон о памяти Жаботинского. И это было бы хорошим, считал Феликс, делом, переиздать эту книгу, важную для Жаботинского, оказавшую большое влияние на активистов отказа, на активистов еврейской культуры в Советском Союзе и удивительно актуально звучащую сегодня. И мы в этой связи стали думать о том, какие фильетоны взять. Было много изданий, и Жаботинский активно менял составляющие. Ну вот мы взяли за основу книгу, изданную в Берлине в 1922 году. Я должен сказать слова огромной признательности Зои Капельман, которая выступила редактором этой книги, и которая сумела очень внимательно пройтись по тексту и прокомментировать те сложные места для современного читателя, которые, может быть, сегодня могут вызвать затруднения. Это и на иностранных языках термины, и названия, или какие-то вещи, требующие пояснения. Зоя подготовила аппарат. Президент государства Израиль написал предисловие к этой книге. Кстати, Ревен Ревлен рассматривает себя жаботинским, или наследником, или последователем идеологии жаботинского, который, собственно, рассматривается и партией Ликуд, как ее фактически основатель, так же, как и основатель ревизионистского течения в сионистском движении. Поэтому предисловия президента, конечно, ко многому обязывают. Так вот, эти фильетоны, вошедшие в наше издание, мы надеемся, что это наиболее важные действительно те фильетоны, которые жаботинский, как правило, и переводил во все другие иностранные издания, которые выходили при жизни автора и переводчика. Я должен также сказать спасибо нашему дизайнеру и дизайнеру этой книги, который много-много часов провел, выбирая и рассматривая старые издания так, чтобы оформить ее надлежащим образом, чтобы она выглядела. Спасибо большое нашему Диме Островскому, который действительно отнесся к этой книжке не просто как к одному из изданий Евроазиатского конгресса, а как к совершенно особенному проекту. И мы с ним провели много часов, обсуждая те или иные аспекты оформления этой книги, для того, чтобы можно было и вспомнить о том, как она была издана и как сегодня она будет выглядеть в глазах современного читателя. К этой книге мы действительно подошли с особым чувством. Ее можно приобрести в книжных магазинах Бабели. Мы рады видеть сегодня с нами создателя этого магазина, Женю Когана. Для нас это хорошая возможность вообще привлечь внимание к русскому языку и культуре русской литературы здесь, в Израиле. Женя этим занимается тоже от души и серьезно совершенно. Так вот, уважаемые друзья и коллеги, мы презентовали на прошлой неделе эту книгу президенту государства Израиль, который действительно воспринял это с особым энтузиазмом. И в нашей короткой беседе, которая состоялась в его резиденции, он отметил, что действительно русские евреи и в истории сионизма сыграли значительную роль. И про Жаботинского, ну, его, наверное, русским нельзя назвать, но он родился в Одессе. Но, тем не менее, евреи, пишущие на русском языке, не будем сейчас входить в определение этих терминов, кого считать русским евреем, и можно ли считать Жаботинского русскоязычным и русским пишущим. И в России рассматриваемым как одним из наиболее важных и интересных авторов начала XX века. Об этом есть тексты самых различных, авторитетных русских писателей, и русских писателей, и писателей, пишущих по-русски. Так вот, мы сегодня предлагаем эту книгу, и я надеюсь, что ее прочитают многие. Мы ее распространим по библиотекам в общинных центрах, и мы надеемся, что она найдет своего заинтересованного читателя. Я бы сказал и последнее, что я хотел обратить ваше внимание. Мне кажется, что эта книга, она может вызвать неприятие у современного читателя. И критика, которую озвучивает Жаботинский в этой книге, она сегодня, может быть, даже звучать будет острее, жестче, нелицеприятнее, чем она звучала тогда в десятые, двадцатые годы в Российской империи, и затем в молодой Советской республике, Жаботинский жестко критикует в первую очередь евреев. И тот, кто прочитает эту книгу, я надеюсь, поймет, за что он критикует. За отсутствие гордости, за отсутствие стремления к своему государству, за вмешательство в те вопросы, где Жаботинский считает, евреи не должны вмешиваться, и так далее, и так далее. Я думаю, что эта книга должна вызвать размышления, споры, дискуссии. Если это действительно будет происходить в общинных домах, в еврейских семьях, в каких-то домашних посиделках за столом, мы будем считать, что наша цель в той или иной степени достигнута. И, безусловно, вопросы, которые затрагивает Жаботинский, это и вопросы еврейской политики, это и вопросы сути сионизма, и вопросы национального государства. Я вот только сейчас перечисляю некоторые далеко неполный список тем, вы уже можете понять. Вот, например, идея национального государства. Сегодня вызывает у многих людей резкое неприятие, как в Израиле, так и в странных диаспорах. Должно ли быть вообще сегодня общепринято, общепризнанно идея стремления к национальному государству, как евреев, так и неевреев? Это удивительная история, что, говоря о национальном, в общем-то, касается Жаботинский. Вообще любой писатель, говоря о национальном, касается и универсальных ценностей, говорящих о чем-то важном и для других культур, для других цивилизаций, для других народов, для других политических систем. И Жаботинский действительно большой писатель мирового уровня. И многие из вас наверняка знакомы с его романами, с его, может быть, даже поэзией. Он работал во многих жанрах, но вот эта его публицистика особая, особая часть его публицистики, которую мы называем фильеттоной, сегодня мы, надеемся, возвращаем ее в читательский круг и мы предпримем максимальные усилия для того, чтобы эта книга оказалась у русскоязычного, интеллигентного читателя или у читателя, думающего по-русски, как иногда сегодня говорят. Ну и у тех, кто интересуется темами, которые Владимир Евгеньевич, Зев Жаботинский затрагивает в своем творчестве, в этой книге. Я хочу пожелать приятного чтения. Книгу уже можно приобрести в магазинах «Бабель» и в Тель-Авиве, в Иерусалиме. И совсем скоро мы ее отправим, извините, вот за задержку в связи с короной. Она окажется и в общинных центрах в странах бывшего Советского Союза, в библиотеках. Приятного чтения. И я с удовольствием... Субтитры создавал DimaTorzok